всем привет в интернете и с вами екатерина продолжаем проходить агентство риск наверно скорее всего мы скоро наконец-таки пройдем боже мой как как же я тянул с прохождениями новелл конечно же хочется еще после системы какие-нибудь еще новеллы прямо обязательно посмотрю вот так мы с вами умеете что нам пост остался последний цвет добыть вот и конечно имя человека на букву к вот чтобы свое агентство наконец-таки собрать под словом риск ну ладно присаживайтесь поудобнее готовьте чаечки печенюшки а перед тем как начать обязательно поставьте лайк данным видео и подпишитесь на мой канал да 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 а мы начинаем подъехала девятка и пошла перри перезарядка они увидели как к подъезду подъехала роскошное авто и рома сони завалились вовнутрь о какой арт прям пригодная наверно на превьюшку анимация даже солиный искандер загадочно поглядел на рому своего лучшего друга взгляд встретился во взглядом погодите-ка взгляд встретился во взглядом окей два сообщника нашли друг друга и они заговорили на своем загадочном масонском шифре о своих загадочных масонских делишках к сожалению непосвященные глубокий символизм и семантизм речи посвященных братьев понять не в состоянии ай о и и оу лучи мешают тем более что искандерговать только на татарском спасибо кэп благо я смог извернуться и так я здесь солидный искандер загадочно проглядел на рому своего лучшего друга уже пошли смайлики смотрите типа джек что-то что-то не так последовало молниеносный ответ огонь понятно искандер пытался скрыть удивление вот волки позорно не застукали короче окей допустим так перевить переведем а как вы мимикой взгляда передаете информацию вот скажите вижу что люди в опасности нужно защитить от солнца все такое окей таких новостей он совсем не ждал остановить солнце и сразу три луны такие да чтобы все пошло не вы поняли а за что ты улыбнулся это что за заметно на клоунство так ты ты не шучишь ну допустим а а типа то есть останавливать и ты искандер и не искандер извините ты рома ну видимо и это девушка да 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 я плохой переводчик по своим маленьким нет уже трое то есть у него в команде двое человек есть ой соня как я тебя понимаю я ничего не понимаю не переживай пожалуйста я тоже и кто конь в пальто надо было наоборот а курточка потом лошадь чтобы был смысл конь в пальто она бедна вообще-то не капельки ноготочки что он имел ввиду ноготочки да чтобы пара ноготочки то я сильный а я приму удар надо записать господи как перевести что солнце ну типа силы применительным для солнца он задумался рома задумался соня тот же вопрос тебе я ничего не понимаю рома но предположу что ссори смайлика такого не было в общем как как предидел по смайлика кто парниша кто девчонка у парнишек там четко и ясно а когда девчонки все намешкалось все предыстория о боже мой ты ж моя радость окей а ты чё лезешь что так пошли уже картиночки да брат едем домой окей что-то новенькое вместо текста уже картиночки пошли окей по-русски да короче тема обсуждения вы поняли про кого они там говорят на самом деле нет я забыл кто за актер и ты туда же за кадровый голос окей и вот они приехали искандер остався в машине добавив лайк для ободушевления рома соня и я под не поднялись наверх его родители открыли сразу же без лишних стоп пустили внутрь хоть и вели себя как-то неуклюже прошли на кухню разговорились родители стараясь вести себя себя обычно но не мой вопрос застарелая обида тоже находилась в комнате в какой-то момент соня переглянул стромым взглядом он понял что она на что-то намекала и он даже понял о чем имена вот только не знал как же ему решить понадеется на помощь сони инициировать разговор первым давайте-ка так не нужно быть семи бедей во лбу чтобы все понять хоть и не очень приятно начинать но в конце концов он сам решил что хочет стать другим и начинать стоит со своего страха и стеснения мама папа я хочу вам кое-что сказать они замерли я просто хочу сказать что понимаю как неправильно вел себя с вами извините меня пожалуйста я успел много перерасмыслить не стоит сынок мы не держим тебя зла мы очень надеемся что это правда да и как же можно держать злость на ровну и уже искал работу я тоже просил помочь ему словом за словом они не заметили как разговорились а мать накрыла стол тем что нашла приятная обстановка та самая которую сони и рома так любить в этом доме любят извините и извините за фоновые звуки оставалась только одна проблема рома чувствовал как голубой цвет подобной грусти разлился по дому и хоть с родителями стало чуть проще казалось что все осталось прежним а даже как-то нелогично быть как бы следующий цвет нашли а а буква как ты где цвет был также далек как и полчаса как и день как и неделю назад поэтому сразу же спросил самое очевидное что только могло прийти в голову а кира дома а может быть то сестра он не мог не заметить как взгляд матери тут же переменился она в своей комнате наказана просто не выходит совсем без особой причины что-то случилось да да господи ром ничего такого хочет личного пространства скорее всего ох уж это молодежь рома же однако нахмурился как удачно и вовремя я схожу к ней поздороваюсь как посчитаешь нужным разберешься конечно что я с родной сестрой не разберусь которая так похожа на него о боже мой а может и не похожа кто ее сейчас поймет главное другое рома что-то чувствовал и это что-то заставляло его как можно скорее сорваться с места и идти если не бежать а прикиньте это близнецы и он обратился ко мне ага почему бы и нет если тебя долго не тревожить у тебя очень удачно выходит описывать мою жизнь спасибо стараюсь наверное для этого вы рассказчики и нужны и все же я хочу спросить у тебя совета а конечно брат что такое ты насчет киры ну как думаешь как мне лучше всего себя вести себя вести ага чем она старше тем больше у меня вопросов тем сложнее с ней ну я думаю зависит от того в чем ты с ней провинился ты же чувствуешь вину ну типа но за что именно ты спрашиваешь у меня ну буквально да что ты видишь в первую очередь какая прелесть много чего можно увидеть вообще-то начиная хотя бы с того что ты заразил ее своими идиотскими увлечениями заканчивая тем что ты все время забываешь в каком месяце она родилась ох уж эти июнь и июль да чисто дьявольская концепция ты как будто уходишь от ответа именно очень хотелось уйти но ты слишком внимательный для этого что ж так ты винат потому что не стал авторитетной фигурой ты винат потому что не остался с ней рядом скорее всего второе потому что ну прям если они прям хорошо прям это общаются то скорее ну общались и считай в детстве играли то скорее всего второе подойдет ты виноват потому что не остался с ней рядом можно придумать сотню обвинений на самом деле но на мой взгляд тебе не стоило оставлять ее особенно учитывая что она старалась поддерживать тебя даже если ты в ссоре с родителем Кира же не была виновата так ведь Рома ничего толком не ответил подойдя к комнате Киры он сначала постучался а затем приоткрыл дверь комната была непривычно темной Кира занавесила все окна придав окружению полумрачные очертания голубые оттенки привет Кира привет Рома ооо она как это эммочка ой как принт она прикольно выглядит перед вами Кира ваша младшая сестра скоро она заканчивает школу но она этому совсем не радуется возможно дело в вас а раньше эта комната была куда ближе вы и сами когда-то тут жили теперь же стены завешаны плакатами а прикроватный столик покрыт стаканчиками и флакончиками мерцающими даже в подобном полусумырке Кира лежала на кровати и глядела на вас пристально как-то грустно и кажется чего-то ждала но чего шалопанишь попытаться шутиться узнать как у нее дела в школе ммм как твои дела абсолютно и беспородно никак все плохо все просто у вас появилось такое странное чувство как будто Кира с одной стороны подавлена но при этом разговорчива как будто она хочет нажаловаться или ммм а может и чего-то другого когда ты успела в прошлый раз ты говорил что тебя отправляют на соревнования неужели ничего не вышло а в прошлый раз это месяц назад а в прошлый раз это неделю назад кажется ты че хочешь сказать мы с тобой месяц не виделись я хочу сказать что ты кажется уже все забыл или я все забыла эх не поехала я никуда вы видели как я играю оценили рост ну я решила что лучше какая-нибудь другая дылды вместо меня поедет хотя бы подачи давать сможет как будто я не смогу поддавать мне казалось что у тебя неплохо получается это правда просто ну вот так жизнь несправедлива все тлен ель пса и конгру если бы я была инфузория это был бы хороший повод напиться ах ах честно я вообще об этом не хочу говорить почему потому что это все не важно рома а что вы замерли взглянув на киру вы поняли что именно она хочет сказать я буду рядом больше сказать и нечего если честно я бы хотел чтобы ты больше не сидела так одна в комнате не находя себе места примерно никогда вот извините за излишнюю сентиментальность но как есть ах она нахмурилась как будто чем-то недовольна ась я что-то не то сказал хе хе я просто не могу нарадоваться видя тебя вновь таким же пупсиков как и в детстве ась ты уже забыл наверное каким был лет восемь ха ха ничего не забыл я был мистером крутым уже в том возрасте да ну вообще то да но ха ха ты так любил всем говорить приятные красивые слова дарил мне цветочки сорванные с клумбы и маме и маме да а папе ничего не дарил я помню почему же однажды подарил мешок гвоздей и из его гаража ха 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 ой как логично ну да здесь в детстве это прямо забавная ситуация ха ха мне очень нравилось как он радовался когда я ему подавал гвоздики пока он что-нибудь забивал поэтому решил ультануть ха 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 кажется она чуть не подавилась от смеха вы лишь расслабленно улыбнулись ну да было такое чё я лох что ли стыдиться такого не лох конечно я бы даже наоборот сказал ты большой молодец рома но я непосредственно осталась примерно на том же уровне это же круто в последнее время заметила это если честно подобного не хватает вокруг вы согласно кивнули я тоже спустя время понял насколько же ты для меня важна поэтому да я часто любил говорить красивые слова тебе но не всегда они притворялись в жизни Кира печально покачала головой после чего улыбнулась ха ха будем мы теперь еще париться из этих отдельных случаев слушай да по крайней мере ты здесь а не там ага по собственной воле а я уже было подумал что это тебя попросили зайти эй эй это шутка ты же любишь шутки дай мне тоже пошутить а ха ха вам стало вдруг так хорошо Кира вдруг спросила а что у тебя происходило эту неделю а то я тоже вынужденно покинула тебя было ж небось что то интересное за это время ооо еще как было если есть время конечно есть рассказывай вы кратко описывайте все что осознали за сегодня в том числе и то чего вы не ожидали с каждой фразы с каждым красивым оборотом и каждым эзотерическим термином лицо Киры становился более довольным и хитрым в конце концов она не выдержала и проговорила довольно чёрт что начинается точно так же вам очень приятно наверное это вот того стоило ожидать кто бы меня понял если только не ты я могу сказать то же самое Кира хитро улыбнулась после чего произнесла спасибо Рома и не уходи так больше если сможешь конечно куда денусь вы женщины уже захомутали меня о боже какой же ты эджелёрт 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 ладно потом приведу господи какая же ты драма квин о май драма квин просто потом дип или это как правильно сказать подати ну в общем ай в общем все а сколько раз я уже драма квин уже слышу уже частенько походу хе 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 один один вы развеселили Киру ответа лучезанной сестру ли вам стало так хорошо вы почти не заметили как на ваших очках появился новый отблеск который так хорошо сочетался с голубоватым сумраком в комнате Соня ждала Рому минут наверное двадцать Сначала она думала что он просто разговорился а потом предположил что все могло выйти совсем сложно и им нужно время для разговора тет-а-тет наконец она поняла что возможно им срочно нужна её личная помощь она зашла в комнату удивлённо подняла бровь Рома и Кира расслабленно лежали на кровати последний раскинув ноги и качая головой Кира достала свой телефон и включила на нём музыку как тебе Я когда услышал сразу подумала про тебя у нас большой любитель подобного не зря думала но короче Прикольная, да. Боже, вот тут сразу текст такой пошел. Я, кстати, привык эту слушаю песню. Интересно. Мой любимый гаражный панк. Это не гаражный панк. Не важно. Хорошая музыка, да. Я бы ей поставил... Эээ... Не важно. Соня, привет. Здравствуйте. Вам уже полегче, я смотрю. Значительно. Подпивай, Соня. Кто мне может помешать любить, как ты такую? Кто мне может тут сказать, что не найду другую? Я причиню быть с тобой. Ты скажешь снова спой. И найдем мы вмиг покой. Кера и Рома закачали головой и заиграли на воображаемых гитарах. Как настоящие анимешники. Соня оставалась без участия, но с удовольствием наблюдала за сиблингами. Сиблингами? Ладно. Какой же... Балдеж. Я уверен, ты сейчас хочешь запилиться ровно так же, как и мы. Может быть. Но не сегодня. Еще успеем, Ромушка. Он охмурился и недовольно высунул язык. Вдруг протянул руку и зацепил ее на кровать. Соня в секунду испугалась, и он, оказавшись между Ромой и Кирой, улыбнулась. Ооо, еще оборяд на то, чтобы на арт пойти. Ой, красиво. Можно было бы и изящнее это сделать, Ромушка. Без этого бы ты припиралась без конца. Ха, и то правда. Они замерли, слушая музыку. Рома с интересом разглядывал пылинки, летающие над головой. Кира самовдохновенно наслаждалась моментом, а Соня думала, как я здесь вообще оказалась. Пару часов назад она собиралась скучно приготовить ужин и после лишь спать. Удивительно. Ну так что, ты добился чего хотел? Хм... Он усмехнулся, взглянув на девушку через свои очки. В них отсечивали зеленый, красный, голубой. Я готов, Серж. И судя по времени... Рома бросил взгляд на телефон Киры. Пора. Он резко встал и направился к дверям. А что с тобой, нельзя? На саму площадь не впущу, но в целом... У тебя три минуты. Ты типа серьезно? Абсолютно. Ты идешь со мной? Ну а ты берешь с собой? Ну, на саму площадь не впущу, но в целом... У тебя три минуты. Хе-хе-хе... Я сейчас подумала, вдруг опять же зациклилась. Ну ладно. Зазвенел телефон. Послышуся знакомый, мрачный голос. Хе-хе-хе... Ну где вы? Я по вам скучаю. Ай... В стадион я тебя не впущу. Понял? Хе-хе-хе... Там, короче, будет это... Кости переломаться и просто будет жара. Да-да-да. А-а-а... А-а-а... И немедленно выпил. Хе-хе-хе... И обсуждать происходящее. Но чем ближе они были к центральной площади, тем больше внутри Рома зарождался сомнений и даже страх. Кажется, он передавался и на остальных. Выйдя на улицу, он окинул взором всю площадку перед собой. Соня и Кира вышли вместе с ним, но он махнул им и сказал... Как и обещали, оставайтесь здесь, пожалуйста. Волнуешься? Ага. А как ты думаешь? Кира приобняла брата, а он приобнял ее в ответ. Ты так драматично прощаешься с нами. Ты все еще думаешь, что я пошутил, да? Я все еще не знаю, что и думать о тебе. А не надо думать. Чувствуй. Рома бросил милый воздушный поцелуй, от которого Соня растрогалась и крепко обняла его. Если ты прав, сейчас я увижу кое-что интересное. Не увидишь. Рома коснулся двумя пальцами очков. Я же не идиот. Полный. Ну ладно. Я жду тебя тут, Рома. Через десять минут? Управь за восемь с половиной. Она улыбнулась и вернулась в машину. Ты посмотри, Рома. Кто идет? Он взглянул через плечо и вздрогнул. По дорожке к ним шел Игорь Иванович. Их дед. А ты-то что забыл? Ну ты так интересно все это рассказывал, Ромец. Короче, не умничай. Не рад мне, что ли? Ну почему? Рома пожал ему руку. Возьми самое лучшее место в массовке. Я сниму на камеру. Так она расплавится. И что? Что-то потом у меня будет настоящее фото солнца. Настоящее солнце, прям как с картинок иллюминатов. Ты понимаешь, да? Абсолютно, дед. Сенсация. Я такие вещи пропускать отказываюсь. Абсолютно одобряю и понимаю. В любом случае, аккуратнее. Все твои родные в сборе. Как же это все анимешно. И не говори, Рома. И даже ты никуда не ушел. А куда мне уходить? Я уже с тобой до самого конца. Мне очень нравился наш тандем. И я тоже не против. Покажем всем остальным, что мы не клоуны. Да. Рома пошел к саду площадки. Так это похоже на фонтан, да? Посередине небольшой прудик с водой. Обычно тут плавают рыбки, красиво сидела. Но сегодня их перенесли на другое место. Почистить их обиталище. Воды немного, по щиколотку. Рома особо не задумываясь о последствиях, вступил в нее уверенно и мощно. Подожди, ты уверен? Ну да. Меня никто не видит, так что можно. Тем более, заметил? Прямо по цвету дна находился глаз в треугольнике. Ой, это отсылка на Gravity Falls, походу. Что он тут, блин, делает? Вот мне тот же вопрос. Вот обратно возвращайся, и так уже там намек что-то, что Gravity Falls уже будет в скором времени. Прям намеки-намеками. Ну, по крайней мере, что-то похожее. Окей. Посвященные братья все знали и подготовили мне ресталище. Че тут удивляться? Иллюминаты на самом деле хотели уничтожить солнце, да? Иллюминаты нет, а гествориск – да. Ты знаешь, что делать? Конечно. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Фу, вот именно, не надо вспоминать песни заедающие. Наконец, Рома поднял голову к небу, приставив глазу руки, образуя треугольник и закричал. Ну, давай, спускайся. Давай, Дармоед. Я знаю, что ты уже готов, чтоб упасть. Давай, спускайся по-хорошему. Пообщаемся сейчас, с вареньем попьем. А ты уверишь, что это хорошая идея? Конечно, это ритуальный призыв. Откуда ты, откуда вообще ты его взял, а? Придумал, что ли, а? Ну, вычитал. О, боже мой. О, боже. Да, я с тобой соглашусь. Возможно, я даже не знаю, откуда. Ау, спускайся, злотолоба. Соня все это слышала. И сказать, что она никогда так не кринжевала, ничего не сказать. Ну да. Она уже думала уйти делая, ведь что не знает Севцова. Сонечка, ты ничего не чувствуешь странного? А? Мне кажется, или стало светлее. Что-то произошло. Ха-ха-ха! Что это за звуки? Должен отдать должное. Даже я тебе не верил до последнего. Я знал. Можешь даже не извиняться, дружище. Ну, раз ты звал меня, давай узнаем, что ты себя представляешь. Здравствуй. Роман Севцов. Рассказчик в шоке. Я не знаю, Ром, заметил ли ты разницу, но... Еще бы не заметил. Было бы удивительно, не произойди все так. Таковы правила этикета. Оказавшись перед князем, нужно представляться. Вообще-то, при желании я могу не писать свое имя, потому что его и так все знают. Но зачем все усложнять, вы и так не шибко умны, чтобы на этот счет ломать голову. Не знаю, как себе, Ром, а мне становится страшно. Но стоило бы, конечно, бояться. Ну, неужели ты и правда не понимал, кого мы искали все это время? Солнце, свет, масонские символы, князь в образе светильника. О, нет, 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 но, 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 ох, но, 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 я кажется понял, но нет, это не может быть она, а? Еще как, может, это она и есть. Скорее, это отчасти то, что ты подумал. Все-таки солнце сложнее, чем очередная библейская история. Помяни, Господь, мою грешную душу. Ты прав. Но людям так нравится давать мне понятные простые имена. Лично мне больше всего нравится Демиург. О, уже слышал где-то это слово. Очень величество, знаешь ли. Как бы ты не раздражал меня, Рома, но надо признать, ты не тупой. Как оказалось, да. Ты многое понимал с самого начала. Вот только не все, далеко не все. Я уверен, ты в какой-то момент покажешь собственную ограниченность. Ха-ха. Итак, с чего начать? Ха-ха-ха. А можно сохраниться? Погодите-ка. Пошли какие-то сюжетные повороты, мне кажется, какие-то странные. Так, раскрыть истинную сущность солнца. Используя масонский символизм. Произнести пафосную речь о защите человечества. Ну, давайте-ка первую, что ли. Потому что он же, типа, якобы призывал. С помощью этого. Потому что вот эта пафосная речь как-то... Не знаю, правильно ли это будет или нет. В общем, сейчас посмотрим. Видите, что микрофон трогаю. Раскатительную сущность солнца. Эх, ну давай разберем, почистим твою написанное. Исканте однажды спросил у меня. Ха-ха-ха. Посмотришь на солнце? Посмотри на солнце, а? Что примерно переводится как... Ну и что такое это ваше масонское солнце, а? А? Да ладно, ты умеешь переводить, спасибо. Он не мог принять, что в этом символе банальное солнце за облаками. Угу. Искандер, умница. К тому моменту я пришел в первые круги посвящения. Поэтому, не спав трое суток, исследуя вопрос в древних письменах и пребывая в состоянии близком к катарсису, я смог ответить самым елким образом. Ага. То есть, за солнце человек какой-то, типа, в короне, да? Соле рагном. В переводе, думаю, не нуждается. Мне нужен перевод Тороса, ну вот, Регнума, пожалуйста. Эту истину следует выпить на скрижалях. Или хотя бы, не знаю, у себя на футболке. Как бы оно ни было, тогда мы погрузились в глубочайшие слои метамодерна, из которых уже не смогли выплыть обратно, не изменившись. Стой, расскажи, стой, читатель! Истинно, вот она! Прислушайтесь к ее шепоту. И я увидел солнце не только на небосводе, и не только уложил себя под ногами. И я его увидел повсюду. Солнце – это не просто светение в космосе. Солнце – это то, что заставляет нас вставать с кровати, когда мы не хотим вставать с кровати. Солнце – это то, что движет нас, когда мы хотим стоять. Солнце – это то, что ломает, когда мы целы, и чинит, когда мы сломаны. Калечит, извращает, управляет. Солнце – это... Одним словом. Ну, мы поняли. Типа солнце – это власть. Окей. Солерегнум. Еще раз задумайтесь. Ну, типа он как-то описал все обобщенно, что это значит. Может быть, кстати, это в интернете где-то есть? Слушайте. А, это латынский. А, все, я поняла. Я, получается, эту фразу пробила. Я почему потом про французский? Потому что там есть, скажем так, какие глаголы, которые как раз-таки во французском языке, вот особенно вот этот. Но он, получается, используется по отношению он или она. Вот. И я почему-то сначала подумала, что это, возможно, пол-это лава. А на самом деле, если с латынского, то солнце – это царство. Ага. Все, все. Солнце – это царство. То есть, это пред нами царь. Окей. Ладно. Мне теперь тоже нравится слово «демиург». Очень хорошо объясняет, почему ты такой жестокий и бесчеловечный. Мраво. Наверное, ты ждал этого момента всю новеллу. Смог, наконец, сказать все, что думал. Ты же просто шучишь, Рома. Да? Скажи, что ты шутишь, а? Это черной абсурдный прикол из твоей головы. Ни на йоту не шучу. Ну уж не теперь. В известном смысле можно даже сказать, что это не солнце спустилось сейчас к нам. Оно всегда было здесь. Мы просто не видели его. Внутри нас. Ауф. Что? Что я сейчас это? Я не скрижу, ну, от вашего ауф. И должны быть волки. Господи. Ой, я рассказчик, как я тебя понимаю. А не, правда, это все всерьез. Это все прекрасно, конечно. Но ты же понимаешь, что раз у меня есть на то воля, я могу тебя раздавить, как сопляка, прямо сейчас. Идиот, хотя бы побоится, если не хочешь очень сильно пожалеть. Зачем? Это я еще чего-то не понял, дурилка. Я просвещенный брат масон. Я член агентства Риск. Я вообще-то знаю, благодаря чему можно победить Соло Регнум. А? Итак, следующий ход. Вот это еще ходы. Вы что, издеваетесь? Мне даже часто так раяться. Это на сколько там? Сколько раундов, а? Так. Вступить с критикой репрессивных дискурсов. Что это вообще такое? Автор ты пьян. Ха-ха-ха. Раскрыть освобождающиеся смысл абсурдизма, эмпатии и человеческой близости. Давайте-ка первое. Что автор пил, да? Твоя власть в зараженном логике мире светила. Ты очень любишь управлять людьми через их мысли. Именно по-энту ты такое сильное. У тебя есть путы, которые люди с горяча называют законами мышления. На деле это законы тюрьмы. Это ты так сказал? Ну, даже если я это что-то отменяет. Чем больше думаешь об этом, тем более это очевидно. Иногда каждый приходит к мысли, что возможно безумие не так ужасно, если вместе с ним может прийти облегчение, спокойствие. Ну, а я к ней и пришел. В абсурде свобода, светила. В абсурде ты нас не найдешь, до нас не доберешься. Ха. Ты так самоуверен? А теперь послушай меня, дорогуша. Ты, конечно, можешь оставаться уверен, что ты абсолютно прав. Вот только ты глупец. Ты ничего не понимаешь. Как только все начнут жить под твоим уставам, мир тут же разрушится на части. Потому что любой мир, любой порядок, любая устойчивость разрушится перед плюсом твоего дегенеративного абсурда. То, что ты предлагаешь, хорошо подойдет для детей от 4 до 8 лет. Ну, как только нужно создать цивилизацию, простите, царство. Приходится идти на жертвы. Приходится упорядочивать мир вокруг себя и себя с этим миром. Ты не захочешь жить в мире беспорядка, Рома. Ты сам это знаешь. Хоть и хочешь всеми силами доказать обратное, ты блестящий ум, Рома. Но твой бунт бессмыслен. Что ты скажешь против всего этого? Если ты будешь честен, ты никогда не разоплачишь меня. Попробуй. Признать мне однозначность позиции солнца. Рома, ты... Все в порядке? Все хорошо, рассказчик. Я просто задумался. Мне было о чем задуматься. По-хорошему. Всеми силами пытаешься придумать, почему я не прав? Почему? Я знаю, что ты пытаешься обмануть меня. И все же я стараюсь оставаться честным. Ты тяжелый соперник. Потому что за мной правда жизни. И все же я знаю, как освободиться от твоей власти. Даже если ты продолжишь царствовать, я знаю, что есть вещи, которые ты не умеешь контролировать. Меня ты не контролируешь. И моих близких тоже. Вы мне к черту не сдались, Роман Севцов. И да, случайно плюнул куда-то не туда, в микрофон, да. Если я изгоню тебя, ты больше не вернешься? Больно ты мне нужен. Я серьезно. Я хочу, чтобы тебя больше не было. Чтобы ты не возвращался. Ромаза выставил перед собой указательный пальц, будто прицеливаясь из пистолета. Ах, три! Стреляющим выдуманными пулями, какой же ты все-таки идиот. Можешь считать, что победил. Но только потому, что вы потеряли для меня интерес. Аривидерчи, малышка. Мы увидели яркую вспышку, и солнце исчезло. Роман незабетно, как со спины почти незабетно к нему подошли. Он еще долго наблюдал за той точкой, где всего несколько мгновений назад находилось солнышко. Раз. И испарился. Ты дальше будешь подписывать свои сообщения? Эм, ну да. А что? Бесит. Без подписи было лучше. Да я бы и рад вернуться, но не могу почему-то. Блин, кот, наверное, поломался. Вот сволочь. Он убил моего анонимного рассказчика. Хоть мелко, да подгадил. Ну, не важно. А Рома повернулся и убил своих близких. О, еще один арт прикольный. Вот, скорее всего, вот этот пойдет. Они стояли и глядяя на него с разной степенью удивления и восхищения. Вы что-то видели, да? Скорее слышали. Успел даже что-то сфоткать. А что без понятия, фотк сгорел. Ты все-таки такой же крутой, как я и думала. Мистер Фантастик. Как интересно. Рома слегка улыбался. А устал. Какие теперь планы? Предложение о работе все еще в силе? Как я понимаю. Ага. Похоже, все закончилось. Теперь можно и передохнуть. Хотя в первую очередь, я собираюсь потрогать траву. О, это все. Так, это у нас, получается, кто участвовал в разработке, да? Сразу просто вот сюда это. Эй, смотрите сюда, кто тут это. Ну ладно. Ну ладно, мы прошли данную новеллу. Да, тут были отсылочки. Тут были моменты, где можно было действительно посмеяться. Мне было смешно, походу, смайликов. Боже мой. А, это так гениально было. Это было просто гениально. Блин, сразу думаешь, о чем они говорят. Ну ладно. Напишите в комментариях, кто со мной новеллу смотрел. Ваши впечатления по этой новелле. По этой новелле, извините. Вот. А так, я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр и ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите подписаться на группу ВК или на сеть Дискорда, пожалуйста. На YouTube канале вы можете найти ссылки на группу ВК или на сеть Дискорда. Всем большое спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok